во первых спасибо за вчерашние вопросы всегда оживляют я хотел бы начать сегодня с того чего надо было бы закончить вчера но это будет хороший мостик на мой взгляд среди причин холокоста многочисленных которые мы перечисляли есть еще одна такая такая гигантская и можно сказать важно за деревьями заметить лес это роль личности в истории а именно уникальный человек одаренный совершенно необычными способностями оратора и судя по всему удар обладавший даром внушения который оказался на определенном историческом переломе и сумел выжить из этой ситуации по максимуму но мы говорим о его пути во власть а хода уже вот оказался на вершине этой власти он вверг и германии остальным миром и конечно мировое еврейство в кучиновую катастрофу катастрофа кстати кастулась и немецкого народа тоже миллионы жертв но роль личности совершенно не стоит недооценивать по всем историческим свидетельствам человек в высшей степени незаурядный умный очень волевой я бы сказал даже сверх волевой из истории которые на меня все время произвела впечатление я поделюсь с вами он был тяжело ранен в конце первой мировой войны ослеп и процесс лечения в последние месяцы войны проходил достаточно медленно ну и в общем то поскольку ранение пришлось потеря зрения была вызвана результатом химии было вызвано химической атакой английской то никто собственно не знал как процесс лечения закончится сколько это продолжится это было новое все химическое оружие да и сегодня никто не знает как организм поведет не приведи господи в результате такого дела тогда было еще меньше сведений у медицины и военный врач немецкий судя по всему воспользовался такой из современных на тот момент медицинских техник он сказал объявил своему пациенту что некое очень малое количество людей которые не во всяком поколении есть обладают совершенно недюжиной воли и силой своей воли они могут убедить себя что их может их здоровье может восстановиться в том числе это касается и и конечно эта воля проявляется не только со здоровьем не только в здоровье во всем остальным я не знаю относитесь вы ли вы к нему можно попробовать чем черт не шутит по сути по всему результата вот у него верно возвращается зрение благодаря медицинскому лечению медикаментозному но человек уверовал себя уверовал себя вот настолько что мы примерно представляем результат он уверовал в свое сверхъестественное способности в свое предназначение и смог убедить остальных поэтому роль совершенно необычная гигантская и судя по всему смог увлечь в начале тысячи десятки тысяч и сотни вот эти истории таких в человеческой истории их пруд пруди среди людей которые дошли до весьма далеко просто двадцатом веке я бы сказал такой в циничной хладнокровной европе таких историй я бы сказал мистического свойства их немного в основном это совсем трезвые политики холодные которые добиваются своих целей тут было и был еще скажем элемент судя по всему такой мистики по крайней мере человек мистически веровал свою судьбу свою звезду и сегодня я хотел бы поэтому и начать у нас объявленная тема это несколько речей документов таких важных я бы сказал системы образующих выражаясь современным языком которые по которым можно попытаться отследить эволюцию взглядов немецкого руководства по еврейскому вопросу надо сказать что вообще такая неблагодатная задача потому что по еврейскому вопросу немецкое руководство нельзя сказать что не высканут высказывалось десять раз по дню это была такая дежурная тема и до того как германия нацист как бы гитлер приходит к власти а уж после того как он пришел к власти ну я не знаю с чем это сравнить для человека который знаком с новейшей скажем так российской советской историей что-то это такая тема наверное похоже на врагов народа и троцкиска троцкиска зиновьевско-бухаринскую оппозицию в тридцатых годах вот все время твердя что враг у ворот враг внутри враг разлагает тебя и и враг снаружи это же он же является союзником которые врага врага которые не брятся это оружие на на твоей границе идея мобилизации всей немецкой нации против этого врага это была такая сверху не самое основополагающее для нацистской германии и проследить какую-то вот такой эволюции по этим пропагандистским речам достаточно трудно потому что это такая вот такая шарманка она которая играла целый день каждый день годами настолько что люди безусловно привыкли к этому и даже имеется свидетельство например когда по каким-то причинам человек приходится смотреть скажем фильм художественный в кинотеатре и он не предваряется обычная вырезка из пропагандистского пропагандистских пяти минут которых не было бы таких пяти минут про евреев и люди высказывают беспокойство почему что случилось почему не говорят про евреев хотя люди которые агенты министерства пропаганды и службы безопасности которые сидят в зале фиксируют это и таким образом донеслось до нас в документах той эпохи немецкая еврейская тема проникает не только в пять минут пропаганды до художественного фильма она проникает и в сами художественные фильмы она проникает и в литературу такая важнейшая часть немецкой самоидентификации становится в то время о чем собственно чем режим в общем-то и гордился чем надо сказать что в общем-то тоже и в истории имеет место быть такое явление меняют люди меняют пытаются менять изменить днк если хотите вот но чтобы за такой исторический ничтожный срок это конечно редкость это показывает что очень насколько пропаганда могла быть эффективной всегда прогрессивные люди от этого дела отмахивались говорили что китч грубая работа они берут количеством массой пропаганды может быть и так но так сказать судя по всему она оказалась весьма и весьма есть огромное количество немцев в это дело верили нет пропаганда была прежде всего обращена на молодых подрастающее поколение и нельзя сказать что германия так уж и махнула рукой на старшее поколение вот но достаточно трезво подходили к тому что люди эти сформировались до того как гитлер пришел к власти и это не такой не такой удобный материал для того чтобы формировать людей новых взглядов а с молодежью конечно вот творили чудеса чудеса конечно знаком минус ну вот это пока это будет вопросу о воздействии возможности воздействия пропаганды на том о том насколько количество может переходить в качество если используя знаменитую такой мой знаменитый марксистский термин и так первая речь с которой я хочу сегодня начать она называется она была 30 января 1939 года гитлер выступает в рейхстаге немецком парламенте и видно видно всем эту картинку кстати говоря которую я вроде загрузил хорошо выступает в принципе можно сказать обычная речь главы государства которая одновременно является премьер-министром и это парламент по своей струну в германии все было необычно и парламент уже давно никакой роли не играл люди такая была уже 6 лет не было никакой выборной должности потому что выборов не было люди назначались получали зарплату очень хорошая была синякора но и гитлер использовал использовался это время от времени этой трибуны для высказывания каких-то мыслей которые считал нужным сообщить широкой общественности будь то германская или будь то мировая в данном случае и соответственно 30 января национальный праздник германии опять-таки день прихода гитлера и нацистской партии власти в 33 году и вот по поводу национального праздника он высказывался выступает в парламенте у себя в парламенте аж с двух с половиной часовой речью любил длинные выступления любил надо сказать исключительно вкладывался в это дело судя по всему оратор был не знаю от бога или от дьявола но захватывающий и должен вам сказать что когда начинаешь понимать язык их надо сказать что у него весьма специфический немецкий язык потому что провинциал не классический немецкий язык а такой из периферии плюс специфика произношение такой лающий специально такой поставленный я бы сказал такой язык который вроде как идет не вроде видимо на арту города действительно идет от души очень 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 проникает и даже когда ты вот слушаешь его выступление мне по долгу службу приходится к сожалению на расстоянии десятков лет это может до 200 процентов не согласен быть с тем что он говорит говорит но что-то вот такое такое мистическое проползает переползает через десятки лет и через интернет и можно только себе представить какое воздействие его речи оказывали на людей которые понимали его язык еще вообще без всяких препятствий непосредственно сидя в зале очень важный момент и для для понимания того как вот эта страна так быстро шагала и дошла туда куда дошла и так выступает два с половиной часа важная речь общение с народом с миром потому что речь транслировалась и позаботилась немецкая пропаганда то что была переведена на все языки в самое ближайшее время такая программная речь и конечно за два с половиной часа не уделить времени и места еврейского вопроса был совершенно немыслимо и вот в частности что он говорит соответственно говорит на немецком а перевод он на английский потом кто захочет может быть я могу переслать ссылку фильм все время кочует по ютюбу потому что youtube следит чтобы не распространялась про нацистская пропаганда в педагогических целях пока их убедишь что тебе нужно посмотреть в педагогических целях тебе больше 18 лет может жизни не хватит на все это итак основная мысль ради которой мы прослушали его выступление он говорит что если соответственно 30 я еще раз повторюсь 30 января 39 года сколько там 8 месяцев 7 месяцев до начала второй мировой войны по инициативе германии безусловно он говорит что если произойдет такое что мировое финансовое мировое как бы мировое финансовое еврейство русском даже так точно не скажешь ввергнет в мир в пучину новой мировой войны то результатом этой войны будет не большевизации европы а уничтожение европейского еврейства ну и соответственно как говорилось на советском языке речь его была встречена аплодисментами переходящими в овации такая такая ведь историки анализируют эту речь до сегодняшнего момента потому что она достаточно в характерный для гитлера и гильяка термин для гитлера стиле полна двусмысленности и недоговоренности с одной стороны прозвучала совершенно однозначную угрозу с другой стоит кто-то рассматривал это как как вот угрозу которая в общем-то воплотилась кто-то рассматривал это как такой очередной риторический прием которыми гитлер пользовался по несколько растатель своих выступлениях надо сказать что в то время когда речь была доступна всем и каждому как я уже говорил перевели на все языки немецкой германии это было такое программное выступление в то время что мировая дипломатия что скажем еврейские круги восприняли не восприняли эту речь как что-то новое это воспринималось как очередное выступление неуравновешенного политика которого вот судьба поставила во главе великой европейской страны который уже уже давно выступает в таком стиле эдакая бравада бряться не оружием ну и такой вот такой я бы сказал парень который много говорит грубо говорит так не говорят политики то что происходит у него в стране под его самым носом очень неприятно но на мировой арене такой болтун болтун который так сказать давно уже много говорит это было отношение в общем-то и в дипломатических кругах гитлеру такое и да и в еврейских кругах конечно это сказать куда более мрачные были взгляды потому что не просто так сказать он говорил о проблемах я не знаю с климатом связано говорил вполне определенный про евреев и конечно когда говорят что при каких-то условиях может происходить произойти так сказать уничтожение это сказать тебя и твоих собратьев это очень неприятно слышать но с другой стороны вот до этого конкретного момента человек славился тем что вот опять таки ни одного выстрела в Европе еще не было сделано напоминаю на постоянную на 30 января 39 года стиль у человека такой воспринималась как речь которая обращена прежде всего на такую грубую нацистскую внутреннюю аудиторию видимо какие-то процессы так считал мир и так воспринималось еврейских кругах происходит среди этих грубых мужланов и надо их так сказать успокоить такой воинственной речью вот и соответственно отношение гитлеру было такому как неуравновешенному человеку который в отличие героев американских вестернов больше говорит и меньше стреляет практически вообще не стреляет ну и соответственно то что произойдет через восемь месяцев или семь месяцев с первого сентября это будет воспринято как начало первой второй и первой войны по инициативе германии и дальше вот так сказать то что они будут сминать одну сторону за другой это в общем-то будет восприниматься долгие месяцы а то и годы как бы как шок непереходящий шок что оказывается вот иногда не часто но иногда политики они говорят именно то что имеют ввиду в этом смысле конечно китлер был совершенно необычный политик потому что обычные политики я думаю для вас не является никаким секретом они говорят не то что думают работа у них такая если бы они говорили что что думают они может быть были бы библейскими пророками а тут задача им бы так сказать как бы языком дал для того чтобы скрывать свои мысли а он выясняется говорил именно то что имел ввиду и то что собирался сделать это конечно было колоссальным шоком так сказать одна из причин в общем то то что мировое сообщество не воспринимало его долгие годы как серьезного политического деятеля не до того как он приходит в власти не после того как он приходит в власти парень которому я бы сказал вот повезло сложились так звезды на немецком политического небосходни он вытащил свою пузырную карту и не упустил ее в германии очень много бравады в политическом смысле в его выступлениях заключалась и вот было такое отношение хороший вопрос задается я вижу какой смысл было его говорить потому что человек кстати новейшие исследования по говорят что его знаменитая неуравновешенность о которой я сейчас упоминал о которой тогда говорили была сильнейшим образом преувеличена это было рассчитано на публику так сказать задача была создать образ человека который много не уверен себе не равновешенный поэтому так кричит и такой вот он я ходил если хотите не предсказуем на самом деле болтать холодный расчетливый очень умный человек и шагов импульсивных не взвешенных предпринимал очень мало и очень редко д и они на самом деле были очень хорошо просчитаны то есть списать на то что во главе германии стоял то что так хотелось огромному количеству немцев и до войны и после войны во главе германии стоял импульсивный неуравновешенный нервный больной человек и очень сложно здоровый уверенный в себе привет сказать знал что делает и как бы и и делаем на то что вот собирался делать почему он это говорил дело в том что в германии гитлер достаточно многие годы пестует из себя такого лидера необычного не простого такого премьер-министра или политика волею судьбы вознесенного на самый верх европейской германской мировой политики а практически религиозную фигуру и сам о себе он отзывается неоднократно как человек которому было видение которого было дано увидеть то что не видят другие люди и даже сказать самая простейшая фраза вот которая характеризует его взгляд на самого себя то что естественно будет подхвачена немецкой пропагандой потом потом пророк пророк этот человек который видит то что не давно видеть другим людям и в данном севаться в данном отрывке которые вы то ли видели то ли слышали он говорит я хотел бы и сейчас выступить и что он говорит в переводе на русский язык что на протяжении моей карьеры или моей политики моего политического пути многие люди в особенности это касается евреи высмеивали меня и сейчас он еще что-то говорит и сейчас мы не иной но и но и но оправдались не их а мое пророчество сейчас я хотел бы выступить еще с одним пророчеством и и слова которым он пользуется опять-таки они совершенно не случайно пророчество это как бы в общем то слова из относящиеся к словарному запасу в религиозных деятелей они не светских и человек именно ведет себя воспринимает себя и германия воспринимает его как такую полу мистическую полу религиозную фигуру которая видит то что другие видят если он так он себя несет если он говорит что какое-то событие может произойти он видит она может произойти с большой долей вероятностью человек по большому счету сам себя загоняет такую такое место при котором его пророчество обязана свершиться иначе какой пророк это произойдет то сказать неоднократно и с другими его выступлениями и с другими его обещаниями в частности вот касательно этого выступления он когда уже будет происходить уничтожение евреев в сорок первом и сорок втором году в своих выступлениях и приватных и перед широкой публикой он неоднократно ссылается будет ссылаться на это свое выступление будет говорить но я же пророчествовал я же говорил вот это и происходит и вся система вот которая хоть он выстрел все это государство но работает таким образом чтобы вот его эти пророчества они и свершились опять таки видите человек пророчествует за задним числом конечно потому что что это супер цинизм человек пророчествует за семь месяцев до начала второй мировой войны он говорит что если произойдет вторая мировая война как почему бы ей не произойти если он сам пошлет войска для того чтобы она начнется началась но дело в том что по немецкое население было абсолютно не в восторге от возможной перспективы новой мировой войны памяти было еще были еще свежи рубцы и раны только что недавно закончившейся первой мировой войны которая очень дорого стоила в германии и объясните им продать ему идею что ради достижения каких-то важных сверх важных жизненно важных геополитических целей германии придется еще раз воевать непонятно с кем непонятно сколько времени по всем опросам внутренним общественное мнение которое делала германия эта идея не продавалась за исключением такого стойкого стойкой группы таких верующих нацистов которые вот чтобы фюрер не сказал они бы пошли за ним в огонь и воду но это было меньшинство остальным надо было объяснить это каким-то еще образом вот что будет если произойти произойдет произойдет война вот вот дилемма как объяснить своему населению которое не хочет воевать что это может произойти как его подготовить к войне которая население не хочет решение которое он находит заключается в том что сказать объявить о том что это событие может произойти мы этого не хотим германии миролюбивая страда но ежели враг который беспримерный который контролирует весь мир мировое еврейство вернет снова вот мир в пущину войны мы не можем сможем остаться в стороне безучастным потому что наши жизненные интересы окажутся под угрозой вот так сказать как сказать о войне не сказав и таки и и уйти от ответственности вот это было его решение и соответственно цена вопроса поскольку кто-то должен заплатить за то что начнется вот эта война и немецкое население как я уже совершенно не в восторге естественно война перекладывается на другую сторону на их языке в их мировоззрении это евреи очень часто идет через черточку сказать евреи и большевики в данном случае больше больше упор делается на евреев и мировое финансовое еврейство соответственно это уклон в сторону английской англии и соединенных штатов вот из таких я бы сказал программных речей которые вот до сих пор люди ломают копья и ломают голову что это было сообщение о предстоит в том что если эту речь рассматривать с точки зрения начал объявления о начале второго мировой войны за 7 месяцев до ее начала вот условно можно сказать так если можно ли это рассмотреть как объявление о готовящемся уничтожении уничтожение евреев тоже можно сказать условно сказать так опять-таки он обусловил это целым рядом факторов если произойдет то-то то-то и то-то а именно если мировое еврейство перевожу его на простой русский достаточно вычурный немецкий стиль надо сказать вычурный стиль в языке если мировое еврейство которое безусловно контролирует весь мир низ не удержит англию америку америку и те так сказать вступит войну то у него не будет никакого выбора у германии крови нет нет не совсем то кто результатом будет соответственно уничтожение евреев которые проживают в европе вот такая увязка разных факторов и но виновный совершенно очевиден вот в его системе координат опять-таки повторюсь что с учетом того что нам известно что произойдет это такая из самых таких невероятных речей потому что политики обычно никому не сообщают о своих планах заранее а уж о планах такого масштаба и подавно но во-первых такой большой вопрос насколько он был политик коллег классическом смысле слова а во вторых вот тем не менее вот 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 факт заключается в том что сказать сообщает вот в это сообщает но никто его это сказать это вот это сообщение не воспринял всерьез другое дело конечно вопросов честно что чтобы было бы если бы восприняли всерьез потому что времени до начала войны оставалось не так много куда а если с касательно обычных и обычных евреев которые проживали куда можно было уехать тоже особенно не было там тысячи мест где ждали с распростертыми объятиями может быть если бы читали его лучше еще до того можно было уехать дальше но конечно начиная с января 39 года очень мало возможности было куда-то уехать а конечно задним числом можно было сказать что правильная стратегия была заключалась не просто чтобы уехать куда-то а уехать как можно дальше от германии потому что германия сегодня этот и в одни границах через месяц она в других границах а через полгода это сказать практически вся европа это первое кто-то хочет есть какие-то вопросы по поводу этой речи или я таска перейду к среду к следующему выступлению я извиняюсь что так как бы изобилует у меня извините а можно вопрос да то конечно а гитлер сам себе речи писал или все-таки него помощники были судя по всему сам писал человек любил и ценил это дело и вкладывался в это дело вкладывался в это дело совершенно невероятно ну вот когда счет сам писал насколько известно да по крайней мере штата помощников которые вот этим занимались неизвестно я очень был большой штат помощников но по этому вопросу судя по всему сам а вкладывался как вы выживаете наверняка у вас то может быть в памяти остались эти выступления когда кроме того мы видим там минуты из этих выступлений а человек выступал часами ведь вот это выступление два с половиной часа продолжалось а у него были четырехчасовые выступления гембельс человек который отвечал германии за пропаганду чью речь мы сейчас услышим через несколько минут отрывок из речи которого мы услышим через несколько минут который был его ближайшим помощником знал гитлера 26 года он писал что гитлер настолько вкладывается в свои речи что после такого выступления ему две недели не нужна была женщина соответственно есть еще какие-то вопросы по 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 фюреру по его по его речи это мы переходим к следующей речи простите можно еще один вопрос правильно ли я понимаю что логику гитлера можно понимать может быть таким образом что цель борьба с европейским еврейством будущем оправдывает начало второй мировой войны мол мы нападаем на польшу чтобы на территории польши уничтожить живущих там евреев хороший вопрос очень сложно сказать какая у него в принципе это сказать у германии было две больших целей цели это то что они называли жизненным пространством на простой язык если перевести захват ли не всего мира потому что и жизненное пространство в их воображении она все время так росло и росло германии нужно было все больше и больше а и решение еврейского вопроса чертовец координат они и эти вопросы были взаимосвязаны потому что чем дальше германия продвигалась каждом месте нужно было решить еврейский вопрос в опять таки в их системе координат а евреи сопротивлялись этому процессу и соответственно германия ожесточала с chakra юность очень сложно сказать что предшествовал при причина что 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 было первым. Вот, скажем, сокрушение Польши, но, безусловно, только как первый этап. Польша, как бы, Германия давно точила на нее зуб, но совершенно не воспринималась как окончание, конец пути. Даже была знаменитая, когда после немцев, после того, как немцы завоевывают Польшу, нельзя сказать, что даже какой-то пропагандистский штаб, такое немецкое выражение, которое было распространено и среди военнослужащих, и среди гражданских, которые находились буквально в состоянии эйфории после такого блицкрига, победы, так сказать, нокаутом. Польша была далеко не самой последней армией по европейским меркам, а Германия уже давно ничего не выигрывала. Это выражение на немецком языке звучит так. Соответственно, фраза распространена где-то с сентября 1939 года уже. На немецком языке звучит так. Сегодня Польша, а завтра весь мир. Ни много ни мало. Вот, так сказать, какие амбиции были среди, так сказать, простых людей. Всячески это, конечно, пестовалось государством. Планы даже нельзя сказать наполеоновские, пожалуй, зашкаливают, так сказать, за наполеоновские планы. Ну и, так сказать, наряду с решением, так сказать, проблем пространства для Германии решался еще еврейским. Просто все шло бок о бок, так сказать. То есть воспринималось как две части, так сказать, одного дела. И даже, например, подводя итоги, свой жизненный итог, за несколько часов до самоубийства в апреле 1945 года. Гитлер, с сожалением, отметит, что не удалось исполнить первую задачу создания жизненного пространства для Германии, потому что немцы, народ, который, уверенно, оказался, увы, слабаками. Но, вот, так сказать, уходя, он может сказать, с чистой совестью, хоть что-то успел сделать, что-то важное, чем может гордиться. Это самое главное достижение его жизни, это решение еврейского вопроса. Но если человек перед смертью так говорит, можно ли считать, что он именно ненавидел евреев на личном уровне, не просто как политика, как государство и как использование предлога для своих действий, а именно на личном уровне. И, если это так, то можно ли думать, что, вот, я читала, что вроде вот там в этой Венской академии художеств какой-то еврейский профессор забраковал или все-таки нет? Сложно, знаете, человеку в голову безумно сложно влезть, потому что личное перемешивается с общественным. Судя по всему, он, вот я говорю, на таком мистическом уровне полагал, что ему открылась такая истина, которая была недоступна другим. И в этом является корень решения проблем не только Германии, но и других народов. И, может быть, какие-то личные переживания, которые выпали на его долю, они, может быть, ускорили процесс осознания им этого факта. Сложно отделить. Эти люди себя мыслили категориями такого рода, мысли себя категориями страны, цивилизации. Очень сложно спросить. Я не могу сказать, насколько вот это личное связано с общественным. Может быть, да. Наверное, есть такие исследования, которые говорят, что его не приняли в Венскую академию художества еврейский профессор. Ему об этом сообщают. Другие свидетели, если говорят о том, что он контактировал с евреями в той же Вене, не чурался, скажем так, и картины свои продавал еврейским торговцам. Кто знает, где и как, на каком этапе. То есть, конечно, можно воспроизвести это более-менее точно, что и как. Все по кирпичикам за кирпичиком складывалось это мировоззрение, которое в итоге вылилось в абсолютную идеологию, совершенно бескомпромиссную. Опять-таки, повторюсь, очень нехарактерную для политиков, для которых обычно характерно умение скрывать свои мысли, характерно тактическая гибкость для, скажем, человек пытается, скажем, для достижения какой-то своей абсолютной власти, готов поступиться многим. А тут человек, в общем-то, рискнул, поставил на все, скажем, с еврейским вопросом он-то не особенно рисковал, а с мировой войной он точно рисковал. Без нее, может быть, вероятно, мог править и править достаточно долго. Но это, в общем-то, характерно для его стиля, как для политика и до того, как он приходит в власть, и после того, как он приходит в власть, как бы это сказать, был игрок, любил ставить на все. И до определенного момента, а именно до начала Второй мировой войны, да и после этого, ему, безусловно, идет карта, что в какой-то степени даже вселяет мистические ужасы в его противников. Потому что вот эта немецкая машина, она выглядит совершенно неостановимой. Производит тяжелейшее впечатление. Я читал воспоминания людей, евреев и неевреев, проживавших в Европе до декабря 1941 года. Это буквально мистический ужас наводит Германия. Неостановимо, перемалывает одну дивизию за другой. Куда бы ни двинулись, куда бы вот эти самые немецкие полки ни направлялись, все сметают на своем пути. Впечатление такое, что буквально конец света. Ну, конечно, для Германии немцы с другой стороны воспринимали это тоже с другим знаком, но то же самое, что буквально то, что у него было написано на пряжках, что Бог с нами. И тоже этот фактор, конечно, надо учитывать. И, безусловно, это вселяло дополнительную уверенность Гитлера, которую мы, как мы видели, и за годы до этого-то он воспринимал себя как такую религиозную фигуру. Вот такие мысли. Вопрос в чате. В какой степени существовала корреляция между антиеврейской и антисоветской пропагандой в Германии? Корреляция была полнейшая совершенно. Через черточку писалась, через черточку воспринималась. Жида, большевистская власть, иногда, одним словом, иногда через черточку, закладывались эти мысли, конечно, за годы еще до того, как Гитлер приходит в власть. Это еще красной нитью проходит через Байнкал. Основывалось это все на том, как Гитлер и другие люди, его такие же взгляды воспринимали процессы, происходившие в Советской России, начиная с 1917 года, приход в власти большевистской партии, с ярко выраженными еврейскими именами среди ее руководителей, особенно в начале советской истории. Потом число, скажем, евреев среди советских руководителей редеет, но Германия и Гитлер, они, своих взглядов, не поменяли по-прежнему. Может быть, есть некая такая вот попытка переосмыслить, начиная во времена выбора Молота, Пакта Молота-Риббендропа, но самую малую. По большому счету, воспринималась внутри самой себя Германия и Гитлер смотрели на Советский Союз. То есть, как еврейское государство, которое контролировалось евреями, даже если во главе сейчас, во главе страны находится, там, этнический Грузин, и еврейских фамилий стало меньше. Но внутри, вот, скажем, с точки зрения идеологического, страна воспринималась по-прежнему, как контролируемая полностью евреями. И в этом смысле тоже один из примеров такой вот отсутствия гибкости, с одной стороны, можно сказать, страны нацисты Германии, с другой стороны, можно сказать, приверженности идеологии. И ни на шаг не отступили от своей идеологии, которая была задекларирована еще там на уровне Майнкапа. То есть, это какой-то там 24-26 год. Поэтому Советский Союз, в этом смысле, с самого начала, как бы не случайно, уничтожение советских евреев, так сказать, будет первым в период Холокоста, потому что воспринималось как основа основ существования советского государства. И, конечно, выдернув эту колонну, Германия надеялась и свято верила, что и советский государство рухнет. Простите, а не успели в те годы не видели противоречия между антиеврейской риторикой, направленной против, так сказать, жидобольшевизма, против мирового еврейского капитала, финансов? Да, то есть, что евреи, они как бы и на стороне либералов, и демократов, и большевиков, или это не казалось противоречиями? Нет, как раз, так сказать, я бы сказал, воспринималось как две, такая многоголовая гидра. Когда, и вообще, так сказать, такая классическая антисемитская концепция, и в этом смысле, Германия, Советская Германия никак не воспринималась как таким исключением из правил. Заключалось в том, что евреи говорят всем остальным, что они разные, светские, религиозные, правые, левые, богатые, бедные. Но на самом деле это, как бы, единый организм, одно целое, единый центр управления. Все это, так сказать, все их различия – это терательство. А на самом деле, вот, единый, и потому они так опасны, потому что они наступают, армии, которые наступают со всех сторон. Когда надо правые, когда на левые, когда надо заваливать деньгами, когда надо организовывать демонстрации под красными флагами. Красными или другими, так сказать, вот, социал-демократическими. Враг многолик, и, вот, так сказать, но он все равно остается врагом. Достаточно такая черно-белая картина мира, можно сказать, упрощенная. Но она работала, так сказать, работала на определенную публику, и достаточно много людей в это дело верили. И, конечно, очень верили. До сегодняшнего я верю. Если нет возражений, тогда я перейду к следующей речи. Речь произносит рейхсминистр по делам пропаганды из самых знаковых фигур в Германии. Конечно, несопоставим по уровню с Гитлером. Видно, кстати, картинку? Картинку видно? Видно папу. Там видно. Да, 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 да. Я извиняюсь, что, как бы, со свастиками. Вероятно, это, как я надеюсь, что это не является каким-то существенным нарушением современных российских законов. Очень сложно показывать какие-то нацистские выступления, не показывая их символику. Речь, он произносит речь в феврале 43-го года. Период этот очень важный для понимания их мировоззрения, эволюции их взглядов. Это, особенность этого периода заключается, что это сразу после Сталинграда. Для нацистской Германии это, скажем, период, с советской точки зрения, мы все хорошо помним, это перелом в Великой Отечественной войне и, ну, и как бы колесо истории завертелось в другую сторону. Для нацистской Германии это ровно наоборот. Трехдневный траур, первое поражение такого рода. И население, в общем-то, очень неуютно себя чувствует, потому что они привыкли к победам германского оружия беспрерывным. А тут такое поражение, которое невозможно скрыть. И, конечно, у кучи людей возникают неприятные вопросы, что делать дальше. И после, так сказать, достаточно интенсивных совещаний на самом высоком уровне немецкое руководство приходит к выводу, что вот должна быть новая идея. Новую идею надо бросить в массы. Ну, конечно, новая идея, которая будет основана на добрых старых идеях. И человеком, который призван был воодушевить, наэлектризовать массы заново, это был Геббельс, тоже выдающийся оратор, безусловно. Чуть не единственный интеллектуал в немецком руководстве. Третья степень, Гейдельбергский университет по философии, ну, еще как бы очень одаренный человек в области современной пропаганды. И тоже очень-очень долгая речь, немыслимо все ее слушать. Несколько минуток, так сказать, может быть, мы послушаем, может быть, даже меньше. Собирается огромная толпа людей, конечно, специально отобранных в дворец спорта в Берлине. Во-первых, потому что большое очень помещение. Во-вторых, одно из очень немногих, которое, так сказать, еще осталось неповрежденным в результате интенсивных бомбардировок. И наша речь называется, так сказать, о тотальной войне. Это и была, собственно, идея. Ну, вот, собственно, ради, так сказать, вот этой одной, так сказать, полуминуты я и хотел, чтобы вы это дело послушали, так можно закончить. Оказали мы ему максимальный почет. Возвращаемся, так сказать, к обычным человеческим лицам. Публика, представляющая широкие слои немецкого общества, так сказать, в принципе, обычный, из того, что он сказал, ничего необычного идет, кроме одной фразы. Сказал, что Германия, еврейское, так сказать, вторжение угрожает. В том отрывке, который вы слышали, в нем почти ничего необычного нет. Ему, как бы, еврейская угроза, Германия этому делу не поклонится, мы будем сражаться и так далее. И мы будем сражаться и употреблять, а результатом будет, и тут он сделал оговорку, человек, который, так сказать, произнес бесчисленное количество политических речей, в том числе и на публику, в том числе и в прямом эфире. Эта речь шла в прямом эфире. Она записывалась, сразу транслировалась и сразу показывалась. И оговорка, можно сказать, по Фрейду, он употребляет, две трети слова сказал «уничтожение», а потом поправил себя сам же в прямом эфире и сказал «нейтрализация». Вместо, скажем, немецкого слова «аусоттинг», которое соответствует уничтожению, он употребляет слово «нейтрализация». И оговорка, так сказать, сверх двусмысленная. Во-первых, потому что в Германии не было, мы уже вчера, я говорил, за всю историю нацистской Германии ни один немецкий деятель, ни прямо, ни косвенно, публично никогда не признал, что идет процесс уничтожения. Это была тайна, секрет, который достаточно тщательно хранимый, так сказать, и очень малое количество людей были посвящены в эту тайну. Объявить об этом в широкой публике было совершенно немыслимо, потому что, так сказать, Германия совершенно здраво оценивала результаты опроса общественного мнения, додосы службы безопасности, что немецкое население не в восторге от этой идеи, вот совершенно не в восторге. О том, что, так сказать, надо уничтожать или что уничтожение уже происходит. Поэтому, но, так сказать, а Геббельс, безусловно, знал о том, что происходит, имеются уже опубликованные, даже на русском языке опубликованные его дневники. И он, так сказать, знал это дело все в подробностях. И поэтому вот эта оговорка, так сказать, вот когда вот произносится две трети слова, причем на широкую публику, она сохраняется как бы в изданных, как бы вот в печатных изданиях его речи, которые были опубликованы сразу после того, как он высказался. Никакой-то, конечно, оговорки нету, но в аудио и видео выступления, в файлах это все сохранилось. Это такая, знаете ли, оговорка, которая стоит дорогого. Но еще у него есть там одна, один отрывок, который тоже, так сказать, достойный упоминания. Я, к сожалению, не смог найти его в имеющихся отрывках на видео, которые выкладываются на YouTube, потому что YouTube у него очень строгая политика по борьбе с распространением нацистской или нацистской пропаганды. И то, что я вам уже говорил, так сказать, пока ты докажешь, что тебе, так сказать, что ты не член нацистской партии, пока ты докажешь, что тебе, так сказать, больше 18 лет, и ты полностью отвечаешь. И в итоге, так сказать, вот я все это доказал, все это, и все равно не нашел, так сказать. Прослушав бесчисленное количество его полуторачасовой речи, мне кажется, что плохо стало, потому что все-таки я вам хочу сказать, слушать Геббельса на ночь, да и днем в таком количестве, так сказать, его нехорошо для здоровья. Поэтому вам придется отрывок этот прослушать краткий, 2-3 предложения в моем исполнении. Он говорит, что если Германия не объявит эту тотальную войну, то есть что значит, не будет тотальной мобилизации всего немецкого населения для защиты Германии и европейской цивилизации, то придет эта большевистская армия, которая будет сеять хаос во всей Европе, а за ними пойдут еврейские отряды уничтожения, которые будут насиловать немецких женщин, будут убивать немецких детей и будут, так сказать, вот, и то, что, так сказать, как бы ожидает Европа вот после того, как придут эти новые орды завоевателей, не поддается никакому описанию. И чем интересна эта речь, что это, как бы, это в научных кругах это воспринимается как ползеркальная, так называемая зеркальная речь. Это то самое, что делала Германия за 2 года до этого, когда послала свою армию, когда послала немецкая, и немецкая армия входит на советскую территорию. За регулярные армии идут отряды уничтожения, которые занимаются именно тем самым против, так сказать, в первую очередь против еврейского населения. То есть вот этот самый образ Геббельс проецирует на немецкое население. И вот, смотри, очень интересно, конечно, на самом деле, интересно может быть не то слово, но вот такой искаженный пропагандистский взгляд на то, что произошло, на то, что может произойти. Ну и, конечно, попытка запугать немецкое население вот этим, так сказать, русско-еврейским вторжением и тем, что оно может принести. Надо сказать, что вот эти попытки запугать, они оказались относительно действенным. И я бы сказал, такой относительно, может, даже и нежелательный результат для немецкой пропаганды, потому что, например, когда начинаются, так сказать, беспрерывные бомбардировки немецких городов, прежде всего английской, потом англо-американской авиации, и вот эти кварталы сносятся за кварталом, гигантские жертвы среди гражданского населения, то вот согласно отчетам разведывательной службы, которая наблюдала, отслеживала настроение немецкого населения, из распространеннейшего реакции немецкого населения на то, что происходит, это, так сказать, еврейская месть. Это пред, как бы, как выражаясь современным русским языком, это ответка за то, что Германия сделала евреи. И с точки зрения, скажем, немецкой пропагандистской Башин, это была нежелательная реакция. С одной стороны, они, так сказать, сами предупреждали, что это может произойти, но вот, тем не менее, не этого результата они хотели, когда распространяли, соответственно, идею о том, что, как бы, грядет еврейское возмездие. Ну, и надо сказать, как бы, два слова о том, как в еврейских кругах воспринималась эта речь Геббельса, о которой я говорил, она воспринималась, как, так сказать, еще одно такое полупризнание того, что произошло, и все обратили внимание на эту оговорку. Ну, естественно, из тех, кто мог слышать, если люди сидели там глубоко в подполье, они не могли ли слушать выступление Геббельса, вот. Но, так сказать, в газетах, и, так сказать, а уж в свободном мире это, так сказать, можно было прочитать и даже выслушать без всяких проблем, вполне можно было доступ к этой речи, воспринималось как такое полупризнание, оговорка, которая очень дорогого стоит. И теперь я вам последнюю речь поставлю на десерт. С этой речью выступил, видите, очередную картинку? Да. Да. Это другой, так сказать, видный специалист по немецкой морали, глава всех служб безопасности, самый главный человек в СС, Генри Хайдер Гиммлер. И он выступает с целым рядом речей во второй половине 43-го года. Перед сотнями людей, так сказать, из высшей прослойки нацистской, как правило, люди, не имевшие отношения к процессу уничтожения. СС и другие структуры, далеко не все имели отношение к процессу уничтожения, были хозяйственные, экономические структуры, военные структуры. И германское руководство обратило внимание, что, опять-таки, внимательно изучая отчеты своих служб безопасности, что после Сталинграда, вообще 43-й год нехорошо заканчивался для Германии, в середине там еще происходит Курская битва, тоже закончившаяся, скажем так, не так, как Германия хотела. Вероятно, может, в военном смысле результатом была ничья, но Германия уже не могла себе позволить это ничего, ей нужна была только победа, поэтому де-факто, можно сказать, это было поражением Германии. И среди даже немецкого, так сказать, какой-то высшей прослойки намечается брожение. Брожение, и люди начинают задавать вопросы, что дальше, потому что все-таки одни, со всем миром, очень сложно воевать. Фактически, даже вопрос, который витает в воздухе, сколько еще? Сколько еще Германия сможет продержаться? Так оказалось, на самом деле, очень долго. И ресурсов у них было, и решимости всего этого хватало. Но однако же результат был в чисто военном смысле уже предопределенный. То, что даже высшее небеское руководство, среднее звено, они это понимали, что если не будет какой-то взбучки, встряски, то может иметь место быть такое явление, как люди начнут бежать с корабля, который они воспринимают как тонущий. И, конечно, надлежало пресечь в корне все эти процессы в самом начале. Конечно, можно было, я не знаю, прибегнуть к каким-то мерам, как расстрелы непокорных или подозреваемых, но до покушения на Гитлера в июле 44-го года ничего такого не было. Пока была предпринята такая пропагандистская, я бы сказал, пропагандистский подход к данному вопросу. И миссию, я бы сказал, образумить таких сомневающихся взял на себя глава АСС, глава всех служб безопасности Генрих Геймлер, Гайнер Геймлер. Тоже большой специалист, как оказалось, по речам, хотя основная работа была как раз не говорить, а делать. И многочасовые речи. И, естественно, в высшей степени характерно для немецкого руководства самого высшего звена, как не длили время и место евреев. Такая важная тема. И вот речь, в которой сохранялась аудиозапись. Очень не частный случай, потому что в основном было указание речи не записывать, ни аудио, ни даже, так сказать, письменно. Но, так сказать, каким-то образом Германия в смысле соблюдения всех этих норм безопасности была не самой строгой стороной, поэтому осталось у нас достаточно много свидетельств. И вот эта речь, так сказать, очень и очень интересная. Ну, вот, так сказать, вы сами прослушайте. Конечно, не все полтора часа. Это совершенно немыслимо. Но, вот, так сказать, один такой отрывок, который стоит многих. Все, так сказать, люди должны были засвидетельствовать в конце, что они прослушали эту речь, подписать бумажку специально. А если человек, которому было выслано приглашение прибыть по каким-то причинам, не мог прийти, основная причина, по которой люди не могли прибыть, это состояние здоровья. Ему присылалась с нарочным, так сказать, вот текст речи. И в конце речи, в конце этого бумажки он должен был подписать, знаете, как в современных интернетовских документах пишут, что согласен с условием, прочел и согласен с условием. Так сказать, ставишь галочку и подпись. Мы, так сказать, в скорости попытаемся понять, для чего все это говорили. Потому что за каждой речью есть какой-то смысл. Не то, что, так сказать, вот они говорят и не преследуют какой-то цели. Говорит, естественно, немецкий, перевод на английский. А речь, так сказать, происходит, каково, все это происходит в городе, современный город Познень на территории Польши. Тогда это, конечно, Познень на территории Германии. Он упоминает историю 30 июня 1934 года, когда отряды СС, действуя по приказу Гитлера, уничтожают внутренних противников Гитлера из другой военизированной подразделения нацистской партии, СА, во главе с Эрнстом Ремером, так называемая история, так сказать, путь, история, как бы, ночь длинных ножей, называется, так сказать, в истории. Вот из самых знаменитых цитат из этой речи, соответственно, самая славная страница немецкой истории, которая никогда не будет написана. Действительно были преследования офицеров СС, которые, так сказать, взяли себе, так сказать, что-то с того, что вставалось евреи, а от евреев, так сказать, как бы друг, не все, но, так сказать, действительно такие прецеденты были. Хотя человек, надо сказать, был непрофессиональный оратор, работа у него была другая, но такая речь громкая и значимая. Для чего, собственно, было сказано, и человек был в высшей степени занятый, а вот призыскал возможности, и ни одной речи такую сказал. Еще цитат, который я хотел бы, чтобы вы запомнили, сказано было, в этой речи он не до конца развивает эту мысль, а в последующей речи он, так сказать, более полно говорит об этом, нет ее аудиозаписи, но имеется, кто-то записал от руки, звучит это в переводе так, что самое главное, что при этом мы любили наших жен, любили наших детей, читали книги, ходили в театры и оставались людьми. Итак, для чего это было сказано? Это основная мысль расширить существеннейшим образом круг людей, которые были в курсе, которым было сообщено о том, что произошло, так сказать, о том, в чем было, что делала, так сказать, Германия, причем санкции самого высшего руководства, и чтобы, если вот произойдет какое-то событие X, если люди начнут колебаться, чтобы они не смогли сказать, что мы этого не знали, мы были не в курсе, вот имеется письменное свидетельство, что вы знали, что вы были в курсе. Это вот как бы Германия совершенно, скажем, высшее немецкое руководство совершенно отдавало себе отчет, что это одно из таких самых таких серьезных преступлений, в котором была замешана Германия, опять-таки санкции высшего руководства, из-за которой, если произойдет поражение Германии, придется ответить. И чтобы вот никто из этих людей, там сотен людей, так сказать, каждое собрание это сотня людей, которые присутствуют, никто не смог бы сказать, что это никогда не знал, никогда не слышал. Они все равно это, кстати говоря, скажут с 1946 года и далее. Но это уже был следующий этап, следующая жизнь после нацистской Германии. Для нацистской Германии был подход именно такой, если хотите такой, не знаю, связать всех одним, повязать всех, если не кровью, то хотя бы сообщением о крови. Ну вот, так сказать, может быть полумафиозный подход, но по крайней мере, судя по тому, как отреагировали эти люди, там тоже известно, так сказать, имеются отчеты этих и тех служб, а на они, так сказать, вот кто-то слышал, кого-то были, кто-то, до кого-то доходили слухи. В основном люди не ходили, даже из этих высших, среднего звена и средневысшего звена, даже если доходили слухи, больше никто ничем не интересовался, не интересовала эта тема. Во-первых, тема была такая скользкая, неприятная. Кроме того, эта тема была связана с национальной безопасностью Германии, из самых охраняемых секретов. Начнешь задавать много вопросов, неизвестно, как это закончится. Но теперь, когда им с самого верха сообщают, что как и произошло, это как бы подавляющее большинство из них отнеслись к этому с пониманием, что вот слышали, подозревали, ну вот это важно и хорошо, что и правильно, что это делается. Подавляющее большинство из тех, кто присутствует, они по долгу своей службы, они не знали о том, что произошло, и поэтому с точки зрения Германии, так сказать, немецкого руководства было правильно расширить круг людей, которые, так сказать, теперь точно знают. Ну вот, ставите вопросы. Наверное. Почему отказались от идеи депортировать евреев в Африку и решили убивать? Логистика сложная очень с Африкой, потому что идея-то была, собственно, отправить их в Мадагаскар. Мадагаскар – это моря. Моря контролировала не Германию. Германия была превосходная сухопутная армия, но она была в состоянии войны с Англией. Никогда бы в жизни Англия не пропустила немецкие корабли ни с чем, а уж с депортированными и подавно. Очень сложно было с точки зрения логистики. И в этом смысле более такое простое решение было принято. Не сразу, только после того, как пришли к тому, что других решений такого же свойства не видно. Как вы и другие специалисты считаете, все эти истории связаны с обществом Туле, древнегерманским язычеством, мифологией, мистикой? Тем, чем занималась Анен-Нерба и так далее. Это мишура, антураж или реальная часть мировоззрения верхушки национал-социалистов? Ну, какая-то часть из них была, безусловно, такими мистиками. Вот, по взглядам. То есть, как бы, по политике, которую они проводили, были трезвые люди, так сказать, хладнокровные, с очень крепкими нервами. А в свободное время могли, так сказать, потратить на мистику, могли потратить на изучение реальных или придуманных корней человечества и, так сказать, немецкого народа в частности. Я бы сказал, хобби такое, мне кажется. Не теряя, так сказать, представления о том, что вот какая была их окончательная цель. Верно ли, что книга «Майнфамп» запрещена к прочтению Российской Федерации? Насколько целесообразно такое решение? Не вызовет ли запрет вспышки интереса книг? Мне кажется, она входит в список запрещенных книг. Ну, смотрите, это как бы очень сложное дело. В каждой стране свои подходы к этому делу. Вероятно, тут очень сложно. Смотрите, мой общий взгляд заключается в том, что если что-то загоняется в подполье, практически любая идея, у этого есть отрицательный эффект. Есть, конечно, и положительный, чтобы этого человека не слышать, но есть и отрицательный. И рано или поздно вот это может рвануть. Но вполне вероятно. То есть, вот что, скажем, люди к структуре, которые запрещают, они располагают какой-то информацией, которая, вот скажем, мне, как простому человеку, она недоступна. Предположим, вот это явление распространения неонацистских взглядов, она может быть значительно более популярна согласно вот этим, скажем, негласным опросам общественного населения, может быть, среди молодежи. В таком случае это, скажем, меняет картину. Это, может быть, скажем, куда более реально. Вообще, надо сказать парадоксальным образом, Майнкамф и, вот скажем, прочие нацистские идеи, они относительно популярны среди вообще не немецкого пространства. Они популярны, например, даже на Ближнем Востоке, к примеру, хотя, так сказать, в Майнкамф в первоначальном издании, понятно, что Гитлер, так сказать, написал пару добрых слов, не пару, так сказать, огромное количество, так сказать, как бы некомплементарного про евреев, но у него и про арабов есть, так сказать, такие пассажи, что просто хоть стой, хоть падай. Тем не менее, так сказать, вот книга эта пользуется немалой популярностью на Ближнем Востоке за вычеты этих пассажей, которые в свое время Германия очень мудро, так сказать, не переводила на арабский язык, когда распространяла, так сказать, на, так сказать, вот эту книгу на Ближнем Востоке. И поэтому и на постсоветском пространстве, скажем, среди славянских народов, да я бы сказал, и в Восточной Европе, так сказать, пользуются популярностью, хотя, в общем, с точки зрения нацистской Германии, таких классических нацистов, славяне, так сказать, находились просто, ну вот, разве что выше евреев. Вот, а так, вот, в самом-самом-самом низу. Достаточно удивительный исторический процесс, связанный, прежде всего, конечно, с историческим невежеством. Но, то есть, вполне вероятно, что, вот, так сказать, как бы, может, нельзя исключать, что, вот, скажем, вот это решение о запрете, так сказать, есть за ним какие-то соображения, которые, скажем, нам неизвестны, как простым людям. Так, ну вот письменный... Так, секунду. Получается, в своей речи Гиммлер предупреждал немцев о коллективной ответственности за Холокост в случае поражения. Но какова причина оповещения немцев верхушкой Третьего рейха о Холокосте, забота о населении или это другие причины? Ну, забота не всех немцев, а только самая высшая прослойка. Никогда ни один немецкий руководитель, ни одного звена не выступал с таким заявлением, так сказать, обращенным ко всему населению. Это было и оставалось сайной до последнего дня. Я уже говорил, что Германия активно занималась нацистской Германии отрицанием Холокоста, одновременно совершая его. Он говорил, это, конечно, коллективная ответственность в том смысле, что вы даже не думали смотреть в ту сторону. И как бы угроза была такая скрытая, обращена к людям, которые располагали какой-то реальной властью, владели реальной информацией. Простые немцы, если слухи распространялись, иногда их пытались пресечь, то со слухами очень сложно бороться. Вот в этом, безусловно, есть своя логика, такая холодная логика, мало импровизации, достаточно много таких вот холоднокровных соображений. Так, задаем вопросы. Хотите, чтобы я сам почитал? Нет, тут просто задали вопрос и тут же на него ответили сами. А, это творите. Очень хорошо, потому что, как бы, кто сказал, что я монополией на истину обладаю? Кажется, это очень хорошо, когда, так сказать, все эти темы, они, так сказать, темы для дискуссий. Поэтому, ну и первоисточник. А я напоминаю, что Кирилл любезно согласился сегодня во время кофебрейка пообщаться с теми, кто вот хочет какие-то уж совсем такие... Экзотические темы. ...вопросы. Абсолютно. Да. Между первой и второй чашкой кофе. Да. Так что приходите вот по ссылке на кофебрейк. Так, еще какой-то вопрос. Есть ли книги, где собраны речи нацистских лидеров на английском и немецком или русском? Очень много. На самом деле, надо сказать, что немецкий режим, насколько они там существовали по историческим меркам, а сколько, сколько нос 12 лет очень говорливое государство было. Все время говорили, говорили, говорили. Поэтому, если я даже не представляю такая книга, это даже кирпич будет какой-то огромный. Очень много будет весить. Одни выступления Гитлера, так сказать, у него есть и застольные беседы, и не застольные беседы. Это тома. То, что я видел, там, два-три тома, при том, что еще две книги написал. Очень плодовитый был режим, вот, скажем, на предмет, так сказать, ля-ля. И поэтому, так сказать, а если остальных собрать еще, так это просто полное собрание сочинений. И мне неизвестно, какие-то самые обычные собираются, скажем, их выступления по каким-то темам. Но обычная, как будто стандартная такая книга, такие научные труды, а не стандартная книга, она, в общем-то, обычная речь, там, он говорил, про 10 разных тем. То есть, скажем, вот, есть выдержки из этой речи, следующие, там, через два дня, через два месяца. редко речь была посвящена какой-то отдельной теме. Ну, и еще раз я повторю, что, так сказать, очень-очень такой был режим, который, ну, видимо, потому что, так сказать, во главе его стоял, так сказать, человек, который считался, так сказать, пропагандистом, среди прочего, и они очень много говорили, вкладывали, так сказать, не забывайте, что еще это время, то, когда речи, умение говорить придавалось очень большое значение. Это, скажем, не современный период, когда, например, политику важно выглядеть. Это было вот, как бы, общение с аудиторией, огромные митинги, на которых собирались десятки тысяч людей, и, а кроме того, Гитлер еще и любил, говорить у себя, так сказать, называлось диалоги, на самом деле, это были монологи, вот, со своей аудиторией, когда вот человек говорил, я не знаю, часами. Это все записано, очень интересные речи, конечно, были недоступны для широкого круга населения, очень много разных мыслей, но, так сказать, надо иметь в виду, что, конечно, это все, так сказать, вот так он хотел войти в историю, так, и так вошел. Ну, вот. А можно вопрос? Скажите, пожалуйста, вот вы говорите, что немецкое общество, простые немцы, ну, не очень понимали, что происходит, но все-таки они же видели, что были люди и пропали, ну, какие тогда у них были версии? Я понимаю, что евреев было относительно мало, там, по процентам от всего немецкого общества, но все-таки, видные же люди тоже пропадали. Какие были версии, куда они делись тогда? Давайте я это у меня, так сказать, целая следующая лекция должна быть, то есть завтрашняя, посвящена как раз разделу общества. Это отдельная большая тема. Спасибо за вопрос, но, боюсь, унесет меня в такие дали, а времени вам еще и надо отдохнуть, кофейку попить, вот, а завтра мне, так сказать, не о чем будет, сказать, как бы, сам себя лишу хлеба.